Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, сегодня у нас с вами очередной обзор на Лену Хэппи, канал USA Happy Everyday. У Лены радостная новость, вернее их несколько, но начнём по порядку. Вы уже, конечно, поняли, глядя на заставку, развели, развели, развели. Нет, на сей раз развели не нас с вами, как это было с закрытием канала. Развели Лену с её четвёртым мужем Вильямом. Да, вот так бывает. Возможно, больше Вильяма мы на просторах Ютуба и не увидим. Ну, как знать, как говорится, ведь наша Лена натура такая, знаете, переменчивая. Лена, смотрю, довольная, счастливая, улыбается прямо вообще по полной программе, стояла на фоне алого такого яркого-прияркого гаража и рассказывала о том, что друзья, прекрасные друзья предоставили ей кров и аж целых две комнаты. Причём одну комнату для неё, а вторую комнату под её хобби. Да, правда, я так и не поняла, зачем ей вот эта вот вторая комната под вещи и хобби, когда она тут же сказала о том, что вот все вещи, в том числе и мебель, находятся в гараже, в том самом, на фоне которого она красовалась. Причём, знаете, зачем стоять на фоне алого гаража? Почему нельзя было спокойно зайти в комнату, которую ей так предоставили её друзья? И да, она сказала, что друзья не русские. Сказала Лена, а с Белоруссией. И можно было бы действительно зайти спокойно в эту комнату, которую тебе предоставили. Причём Лена сначала сказала о том, что она там уже почти всё расставила, всё развесила, разложила, и можно было бы оттуда снимать. Но почему-то ей показалось, что на фоне вот этой вот алой, значит, алого гаража, на фоне этого гаража было бы как-то интереснее. Не знаю, может быть, ей показалось, что цвет гаража вот сочетается с цветом её помады. Кто его знает? Понятия не имею. Ну вот смотрю я на Лену, знаете, и убеждаюсь ещё раз, везёт ей, везёт ей постоянно на таких сердобольных, жалостливых людей. Умеет она, когда надо, вот прикинуться такой, знаете, интеллигентной, несчастной, бедной женщиной, которую муж-тиран унижал, просто топтал последние пять лет жизни. Ну и, конечно же, Лене предлагают помощь. Помощь предлагают в основном вот эти её друзья, как она их называет, это все её подписчики, которые прекрасно всегда в курсе всех её событий, новостей, всех её горести, радостей и прочего, да. И вот предложили ей в очередной раз помощь подписчики, как сказала Лена, да. Но самое главное, знаете, чтобы не получилось, как было в прошлый раз, когда ей предоставили кровь, помните, в Майами, когда она сбежала из Хьюстона, тоже предложила, значит, приятельнице вот такая же. Ну, а потом Лена, в принципе, в своих видео, так скажем, рассказывала об этой приятельнице, какие-то нелицеприятные совсем вещи. Ну, тут уже, конечно, как пойдёт, как пойдёт, начало у Лены всегда очень хорошее. Она всегда обо всех, и в том числе и о людях, и о работах всегда говорит очень-очень хорошо, но потом что-то происходит. Знаете, как Дейл Карнеги говорил, есть прекрасное выражение, чувство благодарности присуще только высоконравственным людям. Ну, в принципе, да ладно, да. Это что касается жилья. Ну, и Лена также рассказала о том, что она оплатила медицинскую страховку. С января месяца эта страховка будет действовать, и поскольку у Лены не перестаёт болеть коленка, она планирует воспользоваться, воспользоваться обязательно этой страховкой, обратиться к врачу, возможно, делать уколы, делать рентгены и прочие-прочие вещи. Что самое интересное, помимо того, что ей вот эти вот, значит, приятели предоставили кровь, предоставили ей, да, они, насколько я поняла, наверное, они, а может быть, знакомые знакомых, предложили Лене аж две работы. Причём одна из этих работ с полной занятостью. Работа связана с детьми, работа на государство. То есть, по Лениным словам, работа очень хорошо оплачиваемая, но всегда есть «но». На этой работе нужно работать. То есть, получается, в этой работе, помимо того, что будут прекрасные бенефиты, будет прекрасная зарплата, нужно срываться в любое время дня и ночи, иногда даже с полицией, то есть выезжать в неблагополучные криминальные районы. И вот такое оно озвучила Лена, да. То есть, помимо того, что плюс, конечно, огромной зарплаты вот на этой работе хватит для того, чтобы оплатить все счета. Вторая же работа, Лена о ней сказала совсем-совсем немножко, работа такая не на полный день, офисная работа, но Лена прекрасно понимает, что вот этой работы, зарплаты здесь не хватит для того, чтобы решить все ее финансовые проблемы. Знаете, друзья мои, не похожа Лена на человека, которому нужны деньги, потому что, получается, жилья нет, платить за все надо. Предлагают работу. Предлагают работу на фулл-тайм с хорошей зарплатой, которая, по Лениным словам, может решить все ее финансовые проблемы. Но она, можете себе представить, даже не торопится. Но согласитесь, что это странно. Я, конечно, понимаю, что Лена очень и очень себя любит. Это человек, который, ну, крайне редко, только в крайнем случае сможет выйти из своей, так скажем, зоны комфорта, да. Вот даже если ей, простите с выражения, жрать будет нечего, она будет вот все равно сидеть на попе ровно. Да. Любой бы нормальный человек, конечно, схватился бы за такую работу, чтобы не зависеть от посторонних, от чужих людей, которые, ну, вот предоставили тебе жилье, предоставили, потому что они тебе просто-напросто пожалели. Потому что, тем более, знаете, зависеть от посторонних людей в таком как бы уже возрасте тоже, ну, совсем не очень красиво. И сдаётся мне, если честно, что это вообще очередные сказки про работу. Потому что, вот, ну, согласитесь, друзья мои, давайте по факту. Лена даже не гражданка США. У неё нет ещё гражданства. Если бы она действительно была, вот эта вот государственная работа, да там бы очередь стояла из желающих, из желающих, из уже имеющих гражданства США, да, за такие бенефиты, за такую зарплату. И никто бы не раздумывал. А тут Лена, у которой всего-навсего грин-карта, да, Лена, которая на данный момент не имеет ничего, ни жилья, ни работы, ни денег, вообще абсолютно ничего. И она сидит и говорит, ну, не знаю. Я ещё вот по поводу этой работы даже не дала, а, мол, не ответила, пойду я там на интервью или не пойду. И когда я пойду, то есть, в общем, непонятно, да. То есть очередь бы стояла действительно на такую работу, а Лена сидит, знаете, носом воротит. При этом, при всём, живя у посторонних людей и не имея работы, не имея ничего, кроме счетов, за которые нужно платить. Ну, насколько я понимаю, что её финансово кто-то поддерживает. Либо это делают её родственники, потому как она очень и очень спокойная. Согласитесь, что, ну, а что по-другому можно подумать, правильно? Возможно, конечно, ей даже и предложили пожить бесплатно. Вот эти вот новые знакомые, подписчики, да, вошли, так скажем, в её положение. Но ведь рано или поздно всё равно придётся выезжать, съезжать, да, как говорится, пора и честь знать. Лена, правда, озвучила, что планирует снимать отдельное жильё. Возможно, это будет даже недорогое, конечно же, жильё, там какая-нибудь студия. Но, опять же, друзья мои, для того, чтобы снять жильё, что нужно сделать? Естественно, как минимум устроиться на работу и получить на этой работе хотя бы одну зарплату, правильно? А как Лена планирует снимать жильё, когда она даже ещё не устраивалась на работу? Ну, в общем, неизвестно, как, что будет дальше. Может быть, вообще в скором времени появится какой-нибудь поклонник, уже готовый поклонник, упакованный по полной программе с домиком и с бассейном. И можно будет Лене вообще не заморачиваться по поводу работы, да? А снимать видео свои, делать бусики, лежать на шезлонге у бассейна, да, попивая какие-нибудь прохладительные напитки и строить грандиозные наполеоновские планы, бизнес-планы и всё на свете. Да, вот, ну, вспомните, мои хорошие, прошлый раз, когда был побег от мужа из Хьюстона в Майами. Как всё было? Я надеюсь, вы тоже всё это прекрасно помните. А было всё так, что Лена, не успев приехать в Майами, тут же на следующий день бросилась, бросилась покупать сковородки, муку и прочие вещи, яйца и так далее, и тому подобное, и начала с этого же дня на следующий день печь блины. Тут же, несмотря на то, что у неё болела нога, я помню, у неё затекла спина, сколько она ехала, у неё всё разваливалось, всё болело, но Лена, превозмогая, да, превозмогая боль, она пошла вкалывать, работать, стоять, несмотря на то, что у неё давление там шалило, и всё на свете, да? А почему? А потому что ей нужны были деньги. А сейчас Лена сидит себе спокойно и не планирует выходить на работу, несмотря на то, что платежи никто не отменял. Платёж за машину есть, страховка на машину нужна. Теперь ещё плюсом появилась и медицинская страховка, которую тоже нужно будет оплачивать каждый месяц. Это, помимо этого, мы не считаем с вами её еду, одежду, какие-то там ещё вещи, да, как говорится, мыльно-рыльное и так далее, и тому подобное. А почему Лена-то сейчас спокойна? Когда у неё ничего за душой нет, да, значит, есть у неё деньги. Значит, кто-то её всё-таки финансово поддерживает. Ну а как иначе? Почему она так спокойна? Естественно, может быть, это не только её родственники там, да, я думаю, что всё-таки это в большей степени сын, потому что она говорила, что он очень и очень хорошо устроен. Я думаю, что, в принципе, мог бы, конечно, он своей маме сказать, мамуль, ты не переживай, и он бы вошёл бы, конечно, в её положение, сказал бы, ты не переживай, я всё понимаю, ты натерпелась с этим там ужасным человеком, и вот буду я тебя поддерживать, по крайней мере, первые полгода точно, а там за это время подожди, не беги, впереди паровоза, и не торопись, ищи себе нормальную, достойную работу. В принципе, может быть, поэтому Лена сейчас даже до Нового года не стала никуда устраиваться и сидит себе спокойно на попе ровно и ни о чём не переживает, да. А может быть, друзья мои, я подумала, пока мы тут с вами рассуждаем и говорим о том, что вот так и так, где она живёт, то ли в этом гараже, почему она на фоне гаража снимается, то ли, значит, у неё всё-таки есть какая-то комната, может быть, сейчас она уже живёт в доме приятеля, так скажем, своего очередного поклонника, да, и прекрасно понимает, что ни за что ей платить не надо будет, ни за крышу над головой, ни за какой-нибудь бутерброд с колбасой или с красной икрой, да, и всё будет нормально, и всё ей будут оплачивать. То есть вот я думаю, что что-то как-то, знаете, почему она так себя спокойно ведёт, вместо того, чтобы думать, как жить самостоятельно в Америке, как, да, как всё оплачивать, она занимается сейчас бусиками и думает, что бы такое сделать с YouTube-каналом, чтобы он был более эффективным, да. Ну, то есть, в принципе, у Лены проблем больше нет. Вот какая-то странная действительно ситуация. Но, как говорится, узнать мы всё это сможем, поживём, увидим, что будет дальше. Время нам всё расставит по своим местам. Мои хорошие, ну, естественно, у меня сегодня всё. Всех вас целую, обнимаю. Желаю вам прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя и своих близких. Конечно же, здоровья, в первую очередь, в наше время. Всем здоровья, здоровья, здоровья. Ну и, конечно же, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всё, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok